здарова всем вы на канале четкий сегодня выпуск пойдет про мой автомобиль volvo xc 90 2006 года выпуска итак давайте сначала про комплектацию автомобиль 2006 года шведская сборка автомат 2 и 5 turbo постоянный полный привод комплектация пятиместная есть еще семиместная с 3 с третьим рядом сидений год назад я купил эту машину не у дилеров в автосалоне вот было было две машины вот этом и еще короче зеленого цвета стояла машину но она была такая подушатанная хозяйка вот уже и стоило на принципе и дешевле но вариант сразу не отпал потому что я указано точно брать не будет этот автомобиль мне понравился сразу его состояние внешне техническое первое что я выхватил какую неприятность это установки на учет короче на предыдущего владельца наложили какие-то приступы штрафы и соответственно машину наложили арест автосалон в этом не виноват потому что я купила по моему 9 9 июня а приехал вставить 14 а вот по моему 13 или 12 числа наложили как раз арест ну в общем спустя полтора месяца проблема решилась и у него видимо списали долг из машины и сняли ограничения я ее поставил на себя нисколько не жалею потому что в принципе дали номера мне 505 зеркалочку такую полагинали кстати абсолютно бесплатно когда я купил на ней горел знак абс как говорил дилеру что это нормально так и происходило но потом случилось так что просто развалился подшипник ступичный подшипник и оказалось дело в нем поменяли нормально согласно за что касается что касается частям можно ставить было оригинальный подшипников что-то стоит около 15000 я конечно такую гору не пошел купил обычный за 4500 по моему ты до сих пор бегает все как бы хорошо замена стоила в обычном сервисе менял не волевском за еды 500 проехал я за год на этой машине около 22 тысяч километров принципе наверное это средний средний пробег по любому автомобилю в принципе хоть как-то старается передвигаться на машине за это время три раза поменял масло двигателя коробки поменяю этим летом еще одна неприятность была с машиной что-то я дернулся посмотреть свечи просто ничего не троило ничего все как бы хорошо залез посмотреть свечи и смотрю весь ремень грэм в масле и он уже прям видимо начинает разлагаться от масла в такую же крошечку вот это да загнал сервис у нас подольские есть сервис волевский неофициальный но не официал и но ребята занимаются исключительно машинами воли соответственно приговорили сальник какой сальник то ли распредвалов то ли коленвала непонятно потому что там все в масле надо было установить причину причину установили оказалось что забита система картерных как-то выхлопных газов которые в картер уходят я не особо понимаю поэтому говорю просто своими словами как я понял соответственно прежде чем менять сальники грм нужно было установить причину устранить эту причину причина была устранена за все про все вместе запчастями я дал порядка 50 тысяч был поменим какой-то бачок все патрубки сальники ремень грм в общем полностью сделали соответственно и масло также сразу же поменяли короче можно теперь ездить или они парятся за этот ремешок вот сальнички тоже поставил хорошим в общем лимон полтинник что было еще как-то раз у меня не завелась машина таких моментов было три раза просто заходишь она как будто бы умерла но с третьего раза она пукс и схватывала и все и заводилась то есть даже стартер не крутил просто как будто все ничего нет обрыв какой-то где-то обрыв видимо провода но мы не знаем тот момент знал и тут короче приехал отдыхать к брату в исландский район мы собрались уже а мы собрались поехать покататься на исландском водохранилище машины не заводится и что же такое в итоге в итоге она короче так и не завелась начал искать электрика чтобы он считал что с ней случилось не нашли мы там электрика в итоге соседнего города через два дня приехал парень прочитал и сказал что что-то с обраткой с клапаном обратки в общем берет меня бензонасос он как-то скинул все ошибки машина завелась мы тут же уехали домой загнал волевский сервис они сказали лови сначала ошибку потом приезжаем и тут 16 глянось день рождения они он сказал менять бензонасос пока мы ехали со стри я нашел на разборке душный бензонасос мы приехали туда правда прождали час пока его снимут в итоге поняли что это затянется очень надолго я поехал купил себе новый бензонасос оригинальный стоил около 35 тысяч но я не стал конечно вставить я купил себе тысяч за 8 по моему или 10 но хороший и тут началось самое интересное поставить снять еще 30 на этот момент на кармане тупо не было этих деньжат я думаю что в машинах я соображаю поменяю сам чтобы понимали чтобы поменять бензонасос нужно всю заднюю часть машины всю разобрать сделать еще такое крепление точнее сам самодельный ключ спасибо ютубу я нашел то делать этот ключ из сотой пластиковой трубы бензонасос состоит из двух частей 1 стоит под левым пассажиром 2 под правом чтобы добраться до левого нужно снять подрамник подрамник тяжелый приехал отец мне на помощь мы сняли этот подрамник вообще в общем короче спустя там часов 14 коммунистов не наносос и тут 16 сентября на снег день рождения утра думаю поеду за цветами завожу нет она не заводится мы ее тащили на буксире удовольствие сервиса и представляете что было просто перетерся провод на минвал на датчик минвала каким-то образом его сделали перемотали и машина сразу завелась все проблема устранена обидно что что оригинальный стоял бензонасос теперь стоит не оригинальный но оригинальный я не стал выбрасывать сохранил и еще была одна неприятность то что стал сеть где-то глушитель где-то в трассе магистральным и глушаковской загнал ее уже здесь на красной поляне вроде как столь из турбины то ли и самого коллектора не знаю но я не стал заниматься этим потому что я привыкли делать только вольверском сервисе соответственно дождусь моменты когда мы приедем краснодар там есть ребята загони туда из-за этого периодически забирается чек и потом сам пропадает ни на что это в принципе не влияет а чуть-чуть увеличивается расход бензина и так кстати когда я купил а она ела около 15 литров и потом видимо когда газы начали забиваться расход вырос до 20 литров хавала на реально ощутимо после ремонта когда я поменял грм сальники вот эту систему не все прочистили поставили новую расход упал до 13 сейчас по компьютеру 14 2 она показывает что считаю немного учитывая что постоянно в машине работать на трассе машина себя ведет прекрасно мы ехали до краснодара периодически на участках я ехал 200 дорогу прекрасно даже порой не понимаю что ты идешь с такой скоростью на разгоне она клевая по моему мы засекали что-то 7 секунд она до сотку или 6 с копейками она там разгоняется вот полный привод работает хорошо зимой ездил по сугробам кстати я не рекомендую в принципе трюкочку ее потому что машина тяжелая и кстати когда я зимой не катался привело немножко по сугробам привело деформации дисков то есть на скорость 180 разгонишься резко ударишь по тормозам начнет бить руль и так по отзывам смотрел машину мне она нравится как будущий мой автомобиль volvo s80 volvo меня доволен машина неприхотливая не так дорогая обслуживание как они говорят я за год обслуживания очень-очень доволен за год использования автомобилем ни разу дейцы не остановили единственный раз это был уже за год мы заезжали в сочи и там большая точка доезжающих пост на нем меня остановили просто посмотрели права и я поехал дальше все не больше не останавливали в целом я очень доволен автомобилем порой мне не хватает третьего ряда сидучих ну ничего страшного покупать этот автомобиль или не покупать решать вам но если у вас есть на кармане 600 тысяч то я бы рассмотрел нам лично при выборе нужен джип с большим багажником чтобы было в нем реально просторно поэтому если у вас есть деньги рассматривайте что можно купить на уровне этого mercedes bmw такого же года чуть-чуть подороже они будут в бэху я бы точно не рискнул я не знаю мне кажется мне будет вкладывать и вкладывать mercedes наверное та же самая история поэтому смотрите я доволен этой машиной вся семья довольна дети ее тоже любят не знаю как получился отзыв это мой личный опыт по этому автомобилю кстати давайте пробежимся быстренько по комплектациям здесь есть радио из минусов нет аукса боковые зеркала с доводчиками все стекла естественно электрические здесь есть климат-контроль кстати который справляется очень и очень хорошо очень и очень хорошо вот на солнце мы стоим и тут что здесь есть синонные фары адаптация паров климат-крус-контроль работает он вообще превосходно кстати до краснодара ехал всю дорогу на нем здесь есть отключение парктроника отключение сигнализации ребенок соответственно подогрев поджопников сзади вот плохо нет потому что зимой когда садишься на кожу салон здесь кожа очень конечно ощутимо по жопе подогрев лобового стекла акустика здесь стоит тоже хорошая есть люк везде лампочки ну и собственно наверное все что нужно первое необходимое в машине что я для себя всегда рассматриваю это есть поэтому если думаете покупать volvo наверное берите это надежный автомобиль и считается одним самым безопасным спасибо что досмотрели этот выпуск поставьте лайк напишите в комментариях какой бы обзор вы хотели на какую машину видите кстати следующий обзор мы сделаем уже по моей по моей работе по грузоперевозкам на газель на новую на next поэтому подпишитесь и поставьте колокольчик и ждите этого выпуска еще раз спасибо что посмотрели